Для кого не секрет, что качество образования вопрос, который рождает жаркие дискуссии, в какой бы стране мира вы не находились. Это та сфера, которая требует постоянной модернизации, начиная с создания комфортных условий обучения и заканчивая подготовкой квалифицированных кадров. Одним из наиболее эффективных путей решения этой проблемы является адаптация лучших практик и обмен опытом. Международный форум министров образования «Формируя будущее» – площадка, которая объединила представителей более 30 стран мира. Минувшим утром он стартовал в столице Татарстана. В ближайшие дни участники форума обсудят роль образования в развитии экономики и доступность качественного обучения. Зачастую страны, которые привыкли, как говорится, верховодить, они вместо того, чтобы заниматься своей системой образования, они просто начинают работать в качестве пылесоса, вытаскивая лучших людей, которые воспитаны, образованы в других странах, вытаскивая их к себе. И таким образом пытаясь увеличить разрыв между своими возможностями и возможностями других стран. Мы это знаем, мы к этому готовы. Я думаю, главная наша задача – не только создавать хорошее системообразование, но и вместе с нашими коллегами из промышленности, из самых разных сфер создавать привлекательные рабочие места. В ходе пленарных сессий были представлены самые перспективные направления современной системы образования. Особую роль сейчас играют не только методические наработки, но и способы взаимодействия с учениками и студентами. Так в настоящее время ведется активная работа по внедрению цифровых образовательных ресурсов. Также уделяется внимание психологическому здоровью школьников. Развиваются платформы, на которых они смогут получить бесплатную консультацию онлайн. Мы сейчас создаем систему такого цифрового психолога, когда ребенок может опосредованно получить ту или иную помощь, не только в очном формате с психологом или учителем, потому что зачастую ребенок стесняться может, но профессиональную психологическую помощь получить, используя интернет. Участники форума также смогли посетить выставку ведущих образовательных организаций. О своей работе с зарубежным коллегам рассказали представители Казанского федерального университета. Если к нам подходят делегации, которые не так много знают о Казанском университете, они в первую очередь удивляются нашим масштабом. А те, кто давно и хорошо знает нас, те подходят с конкретными вопросами, с конкретными предложениями и с уточняющими вопросами. Также представители учебного заведения смогли обсудить с участниками форума использование цифровых технологий в образовательном процессе. Могу сказать, что мы одни из лидеров в области цифровизации образования. У нас накоплен большой опыт как непосредственно в цифровых образовательных ресурсах, так и в методике их освоения, обработки. Ну и естественно такая вещь, как индивидуальная образовательная траектория в курсах дополнительных образований, в основном образовании у нас тоже присутствует. Есть проекты, связанные с подготовительным факультетом, то есть это подготовка, довузовская подготовка, проект платформы «Студерус». Там представлены направления, представлены предметы, которые ребята могут изучать еще до поступления в университет для того, чтобы сдавать успешно внутренние вступительные испытания, либо готовиться к каким-то другим профильным программам обучения для профессионального развития и профессии в будущем. Ну и соответственно наша профильная для меня, так как я являюсь ответственным секретарем приемной комиссии, это наша платформа «Буду студентом». Социально-образовательная сеть, которая агрегирует в себя много разных сервисов, начиная от участия в олимпиадах и конкурсах, заканчивая процедурой поступления. В первый день форума на пленарной сессии своим опытом поделились представители Министерства образования Армении, Таджикистана, Сербии, Кубы и Центральной Африканской Республики. Уже завтра состоятся круглые столы и многосторонние встречи министров образования.